всем большой привет с вами снова александр и сегодня я вам расскажу об очень понравившейся мне лично коляске от компании эспира модель называется аксель это новиночка девятнадцатого года новиночка действительно интересная тем что она стоит недорого с хорошей комплектации видите накидка на ножки она идет уже сразу в комплекте даже девичка правда нет вот и она качественно сделано здесь принципе есть пару нюансов о которых я вам чуть позже скажу в остальном все очень даже good технические характеристики во первых точные характеристики в сантиметрах миллиметров граммов внизу в описании там же и цена на сайт первая коляска пройдете там посмотрите вот так вообще в целом она с трех месяцев до 15 килограмм веса ребенка можно катать эту колясочку и весит она 6 8 килограмм принципе она достаточно легкая вот давайте начнем с вами изучать сверху вниз ну немножечко остановлюсь сразу раз уж одел покажу вам сразу комплектный конверт конверт видите он у нас одевается за банка резиночками здесь постягивается и достаточно хорошо закрывает ребенка он у нас плотный непродуваемый промочить его тоже будет очень сложно вот поэтому вот большой жирный плюс на комплектации вот смотрите продолжим изучение смотрите сверху вниз пойдем это у нас ручка она не регулируется она вот в таком положении как сейчас сто восемь шесть сантиметров мой рост поэтому смотрите как вам будет приблизительно вот по высоте ручка козырек у нас здесь состоит из трех секций с дополнительной маленькой они убираются убирается это маленькая эту тоже мы можем вот так закрыть вот и соответственно уменьшить его ну у нас все привыкли по максимуму пользоваться поэтому открываем и пользуемся так из маленького недочета который в конструкции мне лично не понравился как бы это грубо не звучало но вот не я один это заметил поэтому подчеркиваю на это внимание когда я хочу отрегулировать козырек назад я не могу это сделать с одной стороны мне приходится чтобы это было четко двух сторон брать и складывать и также раскладывать тогда все работает четко или же по центру рукой приходится видите не тянет он нормально поэтому производителю на заметку допилить этот момент и получить идеальный козырек одновременно все может быть это конкретно в этом экземпляре я не знаю что вижу то говорю дальше смотрим стеночка задняя вот кстати регулируется у нас спинка по высоте с помощью ремешков здесь у нас есть окошечко через которое мы можем заглянуть на ребенка посмотреть единственное тут второй момент который мне тоже не понравился вот это окошечко мне кажется оно должно быть в козырьке они на задней стенке это какое-то неправильное место может быть непривычное для меня место в общем вот эти два нюанса которые из минусов я нашел в этой коляске все остальное мне понравилось поэтому рассказываю вам дальше так что понравилось то что откидывается вот эта задняя стеночка полностью здесь у нас моски . ребенка под пальму положили жарко ему продувает он спит отдыхает все отлично холодно закрыли ему не поддували и что хорошо вот эта часть она внахлёст идет сбоку и ребенку не задувает ниоткуда сзади естественно отсюда задувает и понятно так смотрите вот сейчас нас горизонтальное положение 170 градусов принципе вам хорошо видно 170 градусов это вполне себе нормально поэтому с трех месяцев можно использовать смотрите как ремешком регулируется это все тянем за ремешки и вот тут зажимаем зажим все вот у нас он отрегулировался раз уж показал снизу давайте сразу поговорим о багажнике багажник он достаточно вместительный глубокий и он не из сеточки из нормальной плотной ткани с жесткими пластинами на дне чтобы ткань не провисала в этом плане сделано все замечательно тормоз кстати здесь самый нормальный сверху нажимаем блокируем и сверху же разблокируем в этом плане огонь амортизация кстати здесь есть и на передних колесах и на задних в этом плане тоже все замечательно передние колеса естественно можно блокировать для для преодоления каких-то неровностей. Так, смотрите, что касается сидения. Сидение у нас здесь большое, высокое. Вот, ребенка мы крепим, когда пристегиваем ремешками, мы здесь имеем пятиточечные ремни с мягкими накладками и на паховой зоне, и на плечевой. Бампер также у нас способствует удержанию ребенка, но, единственное, он не откидывается как калиточка, он у нас только снимается. И подножка регулируемая вверх-вниз у нас тоже есть, и подставка для ног снизу. Здесь, кстати, чтобы ребенок залез, как лесенка сюда, сюда и залезает самостоятельно. Так, смотрите, теперь самое интересное, раз уж она для путешествий, она должна компактно складываться. Что для этого нужно? У нас здесь на ручке кнопка, зажимаем ее, и потом основную большую кнопку. И все, она уже дальше сама. Все, она сложилась. Вот так вот фиксируем. Вот, и получается, что вот такая она у нас компактненькая, маленькая. Можно у нас здесь носить за саму раму, очень удобная ручка для этого у нас есть. Но это не специальная ручка, так рама сделана. Ну, и задумывалась, видимо, чтобы за нее можно было носить. Вот, поэтому куда еще меньше. Если сделать меньше, будет места для ребенка меньше. А здесь места для ребенка достаточно много. Вот, собственно, ее большой плюс этой колясочке. Так, что я не рассказал. В принципе, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Поэтому, в заключение, подытожу. Мне коляска понравилась. Я считаю, что будет продаваться она очень хорошо. И, по крайней мере, вот она здесь стоит в магазине первая коляска несколько дней. И она понравилась практически всем, кому мы ее показали. Вот, а то, что вот здесь козырек, ну, это реально фигня, с этим можно жить, это ерунда. Такая особенность у козырька, ну, ничего страшного. Можно спокойно двумя руками это сделать. Если производитель посмотрит этот ролик и примет меры, чтобы с козырьком все было окей, то тогда цены ей не будет. А с этим окошком, ну, это вообще фигня. Если смотреть на ее цену, сквозь ее цену на коляску, то тогда это вообще все мелочи. Ткани нормальные. Сиденье, кстати, достаточно мягкая, тактильная ткань тоже приятная. Поэтому все нормально. Вот. Собственно, добавить мне больше нечего. Если у вас какие-то вопросы остались, которые я здесь не затронул, пишите в комментарии, я вам отвечу на них. В ближайшее время, может быть, мы еще сделаем какой-нибудь сравнительный обзор трех колясок от меньшей цены к большей цене и сравним, стоит ли где-то переплачивать. Вот. И тому подобное. Вот. Собственно, все. Большое спасибо, что посмотрели. Если вам была полезна эта информация, ставьте мне свой жирный царский лайк и подписывайтесь на канал. Это очень полезно для канала, для его развития. И первой коляске большое спасибо за предоставленную на обзор коляску Aspira Axel. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочек для ваших детей. И удачи!